Пенсионер из Канады второй раз выиграл в лотерею миллион долларов, а в швейцарских Альпах открыли самый длинный подвесной мост в мире. Об этом не только в нашем обзоре. Канадский пенсионер выиграл в лотерею миллион двести тысяч долларов во второй раз. 69-летний Жюль Паран сорвал огромный джекпот в онлайн-казино. Любопытно, что в 2008-м он выиграл миллион, правда, в другой лотереи. Шанс стать обладателем столь крупной суммы был один к 23 миллионам. Возможно, я родился под счастливой звездой, предполагает сам Паран. И уверяет, азартные игры – его главное увлечение, и он продолжит в них участвовать. На полученные деньги пенсионер намерен построить себе новый дом. В Швейцарии открылся самый длинный подвесной пешеходный мост в мире. Его протяженность почти полкилометра. Мост пролегает над проломом Габбенгуфер на высоте около 85 метров. Его назвали европейским. Он станет частью туристического маршрута между городками Грехен и Цермот на юге Швейцарии. Отсюда открывается прекрасный вид на гору Маттерхорн. Беспилотные автобусы начали курсировать в столице Эстонии – Таллине. Уникальные электробусы будут бесплатно возить пассажиров шесть дней в неделю от площади Виру до центра котел культуры. Одновременно на маршруте работают два автобуса. Воспользоваться новым транспортом смогут и пассажиры на инвалидных колясках. Сейчас в каждом есть сопровождающий, который знакомит пассажиров с новой технологией. Железному Арни 70 лет. Простой паренек из Австрии Арнольд Шварценеггер сделал головокружительную карьеру в США. Сначала в бодибилдинге, став семикратным обладателем титула «Мистер Олимпия», а затем и в кинематографе. Его первой актерской работой стал фильм «Геркулес» в Нью-Йорке. Но настоящий успех к Шварценеггеру пришел после фильма «Вспомнить все» и «Терминатор». В 2003 году за участие в фильме «Терминатор 3» Арнольд получил гонорар в 30 миллионов долларов, что стало рекордом в киноиндустрии. После актер занялся политической карьерой и смог получить пост губернатора Калифорнии.